МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с глубокой скорбью узнали новость о смерти участника Арцахской освободительной войны, войны армии освобождения Степана Степаняна. Государственное телевидение Западной Армении выражает глубочайшие соболезнования семье Степана Степаняна, его родственникам и боевым товарищам. Покойся с миром, солдат Родины. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии учредило премии для школьника в рамках программы «Мой первый компьютер». В этом году 22 школьника в Ахакалаке получат компьютер за отличную успеваемость. В Джавахке 123 школьника получат компьютеры. Компьютеры получат учащиеся, набравшие 10 баллов, без округления в 7, 8 и 9 классах. Цель программы – повысить мотивацию учеников и улучшить их знания в обучении компьютерными программами. Президент США Дональд Трамп отправил письмо турецкому лидеру Раджепу Тайпу Эрдогану 9 октября, в день, когда турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Текст письма опубликовала журналист Триш Реган. Позже подлинность документа подтвердили в Белом доме. Пока вице-президент США Майк Пенс пытается в Турции установить прекращение огня между турецким и курдскими силами, послание резидента Белого дома Раджепу Тайпу Эрдогану открылась в среду 16 октября. В письме Трамп призвал Эрдогана заключить хорошую сделку. «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а мне придется это сделать», – написал Трамп. «История отнесется к вам благосклонной, если вы сделаете все правильно и гуманно. Но вы навсегда останетесь дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будьте крутым парнем, не будьте дураком, я перезвоню вам позже», – написал Трамп. Через неделю после этого призыва турецкое наступление на вооруженные курдские подразделения в приграничных районах Сирии смешало все карты в регионе, став тем самым новым эпицентром конфликта, раздирающего эту страну с 2011 года. С помощью соглашения с курдскими силами Дамаск вернулся в регионы, контроль над которыми был утрачен в течение многих лет, а Москва начала заполнять пустоту, оставленную выводом американских войск. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Раджепа Тайпом Эрдоганом, прибывающим в Сочи 22 октября. Вопросы сирийского урегулирования, сообщил Илья Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе турецкой страны, Путин пригласил Эрдогана посетить РФ в ближайшее время. В среду канцелярия президента Турции заявила, что Эрдоган приедет в Сочи 22 октября. Сирийская арабская армия и военная полиция России вошли в освобожденный от курдов город Кабани. Местные жители радостно встретили вооруженные патрули. Военные пересекли Ефрат и достигли Кабани, к западу от которого расположен город Манбич. Демонстранты приветствовали вход правительственных войск. Боевики СДФ решили приостановить военные операции против террористов из исламского государства. Об этом в среду проинформировал курдский телеканал Ронахи ТВ, ссылаясь на слова лидера СДФ Мазлума Абди, который заявил о приостановке всех действий против ИГИЛ. Министр финансов США Стивен Ночин заявил, что против Турции будут введены дополнительные санкции, если она не прекратит военные действия на северо-востоке Сирии. Как передает Армен Пресс, об этом сообщила в среду Франс Пресс, Соединенные Штаты могут ввести дополнительные опустошительные санкции в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не договорится по Сирии с турецким лидером Трэджепом Таипом Эрдоганом во время встречи в Анкаре. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой. В понедельник президент США подписал указ о рестрикциях отношений Турции в связи с проводимой ею кампанией в арабской стране. 15 октября при поддержке посольства Республики Армения в Румынии и поддержке Министерства образования и науки ЭРА, Института древних рукописей имени Мисропа Маштод Самотена Дарана и Румынско-Армянского Союза была открыта выставка, организованная по случаю принятия 12 октября Дня армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Со вступительным словом выступили спикер Палаты депутатов парламента Румынии Ион Марсел Чиолаку, посол Республики Армения в Румынии Сергей Миносян и соавторы закона. Присутствующие познакомились с оригинальностью армянского алфавита, иллюстрациями и миниатюрными рукописями некоторых средневековых армянских рукописей, хранящихся в Матенадаране. В мероприятии приняли участие лидеры фракции, депутаты и представители различных СМИ. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Ховерненкан в исполнении Нарека Манукяна. СМИ. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.